в качестве первого вступления страничка как я читаю книги попытайтесь это сделать книга вторая посмотрите еще раз эта книга видите написано как вольное рассуждение а марки евреи спорят поскольку у нас есть историк я читаю очень много сейчас интересных исторических исследований римской империи 2 3 4 веков была запущена идея христианскими авторами и она жила до 19 века что после августа римская империя находится в состоянии упадка гиббом первый написал несколько томов о падении истории падения римской империи но сегодня историки говорят о том что второй век был веком и начало третьего небывалого развития потрясающего города цивилизация это как раз был пик и считалось что марка в реле не очень успешный император но сегодня точка зрения пересмотрен у марка вреде мы встречаем высказывались о христианах из его именем связано одно из гонений на христиан интересно что относится христианам как римский аристократ римский аристократ всегда живет перед лесом смерти он воин он офицер он император а христиане в то время демонстрирует потрясающую стойкость перед лесом смерти они не боятся умирать и вот что пишут о них марка в реле он пишет что нужно всегда думать о смерти нужно быть твердым внутри но не быть таким упрямым как христиане он считает что их готовность умереть это рисовка не культурность не цивилизованность они не понимают природа смерти не понимает природа этой добродетели мужества дважды в этом тексте помимо христиане увидите потом я предлагаю взять книгу вторую первая глава это практически он благодарит всех от деда матерь прадед родителей воспитатель где гнет рустик секс тополоний в современных текстах это тоже вот благодарности в конце или в начале до англо-саксонских а у него их еще больше он не просто благодарит а говорит за что он благодарит а в конце отцу своему больше всего отцу а потом еще и богам что мне были хорошие деды родители сестра хороших себя это вначале всех благодарит потом богов за то что он вот это все имеет мы с вами начнем с книги 2 вначале первая абзац у вас на абзацы поделина же кто хочет попробовать силы в чтении вслух они может попробовать самое главное наших беседах скромность и стыдливость прекрасное украшение но мы здесь все в равной ситуации тексты лучшие тексты человечества наиболее сложные поэтому что-то не понимать где-то задуматься это наоборот плюс а не минус непонимание приветствуется а быстрое понимание внушает подозрение вот попробуйте там где поутру сейчас увидишь что текст собрать не так просто читали маленькие фрагменты кстати у меня текст немного другой это тот же переводчик но редактура другая что-то лишнее убрали текст немножко упрощен вот такой текст воли попытайтесь о чем это каждому задачи в трех предложениях писать о чем этот фрагмент но видите прекрасно как теперь следующий шаг поскольку у нас не так много времени я просто покажу как модель да давайте сыграем теперь в понятие у каждого зовет но последовательно тут же в этом диалоге не просто он просто так говорит а это оживление на практике главных идей и принципов стоицизма в этом тексте спрятана доктрина стоицизма главной идеи стоицизма их мировоззрение их систему это мы увидим попробуем продиагностировать возможно это и так но в данном случае давайте попробуем выделить из текста эти идеи на которых держится или каркас на котором держится это здание если начать например если каждый по одному понятию вот юрия в этом тексте сейчас мы даже посмотрим сколько их можете назвать пока любой вы первые вам легче нет в текст нет одно понятие какие-то идеи или понятия этот раз то вы анализировали да это один из принципов стоицизма принимать мир мы об этом будем говорить то есть принятие у них есть специальный термин если просто описывается на террена стоицизма который означает принятие это то что избавляет от страданий мы потом будем об этом говорить кто еще следующее какое слово доброе зло доброе зло стоицизм считает что мы не можем изменить мир вокруг нас мы его принимаем но то что зависит от нас это выбор или добра или зла это наш моральный выбор мы можем повлиять на самих себя на то что мы делаем не должны смотреть на законы природы мироздания и так далее мы должны их принимать а делать то что от нас зависит от нас зависит делать добро или зло и так принятие добро и зло их развлечения еще понять какие то что 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 знание защищают терапия это прок это модель практического знания если я это знаю я сильно становлюсь я во первых не страдаю потому что я принимаю мир и я знаю что то что от меня зависит это уже мое решение поэтому чтобы не не было в результате какие бы не были провалы я сделал все что мог поскольку это мой выбор какие еще понятия да это еще один из принципов стоицизм это продолжение вообще в традиции античной она крайне современно сегодня мы существуем только взаимодействию можем что-либо создавать во взаимодействии сами по себе изолирована мы гораздо слабее стоицизм учит о том что взаимодействовать предназначение людей они живут всегда в сообществе и главное для любого руководителя а он руководитель высшего звена топ-менеджер римской империи умение организовать взаимодействие больших групп людей и для этого он сам должен демонстрировать его способность еще она так еще чтобы больше больше чтобы люди ощутили все что здесь с понятия вначале в это как литературно текстов принимать а сейчас я вам показываю что там припрятаны на самом деле философская система и там много понятий которые имеют греческие латинские эквиваленты по греческий патос патос это главный триггер главное как бы главные основания страданий мы желаем то чего не можем достичь мы перегораем на страсти движут в ту или иную сторону задача мудреца а это отрицательная частица достигать состояния апатэйя когда мы принимаем решение особенно если мы топ-менеджера высшего звена должна стремиться к объективности отключать страстное начало давать место разуму давать место проступить разум апатэя так еще может быть владимир может вы там понятие совершенно верно исторический период куда нет к не везде оказывается текст состоит из плетения главных идей главный принцип стоит соизма это действовать согласно природе потом выясним что это за природа против природы действовать у нас в русском языке осталась астоическая традиция это противоестественно или это неестественно мы это воспринимаем как плохое правильно откуда мы это знаем этот научил нас стоит если ты действуешь согласно природе ты гармоничен только нужно знать что такое природа как она устроена и так далее но еще тут буквально пять пару идей еще важно что что ну да мы говорили взаимодействие да вот добро и зло мы говорили об этом и постоянная тема что мы включены в этот целостную систему стойки начали впервые учить о космополитизме что все мы граждане космополиса то есть большого града города который правится богами а мы здесь взаимодействуем в большем целом и римской империи это не весь мир человечество это не весь мир мы часть более глобальной системы и нужно учиться с ней взаимодействовать здесь в этом тексте есть до стоицизм впервые стал учить идеи на которой строится современная доктрина о правах человека о естественном законе на этом строилась все новое время семнадцатый восемнадцатый век и вся современность вся либеральная концепция стойки учили о том что родственные отношения наши позиция в обществе вторичны а самое главное в нас быть человеком как таковым все мы равны поскольку являемся людьми какое место мы бы не занимали от императора до раба главное в нас хуманитас человеческое начало в этом они впервые стали учить по равенстве всех людей равенство перед чем перед мировым законом перед богами поскольку мы равны мы должны в друг друге чтить граждан единого космоса мы все сограждане у нас у всех единая природа на этом потом будет построиться вся европа вся политическая правовая доктрина и вот теперь завершаю попытаемся после этого еще раз объединить ни у кого не изменилась оценка фрагментов никто не увидел по-новому под вечер и немножко интенсивно мы так убыстрили сейчас просто близко конец поэтому можно убыстрить пустить видео быстрее в ускоренном варианте кто может выразить в трех тезисах теперь четко о чем здесь идет речь придется андрея это делать вступление хорошо как я это важно видеть целое и понимать что целое целому приносит пользу что не приносит и когда мы благодаря нашему разуму видим это мы можем через обуздание своих эмоций принимать природу такой какой она есть и жить в согласии с ней отлично давайте еще раз перед завершением посмотрим на этот текст на самом деле он кристально четко выстроен посмотрите пожалуйста ваше текст первом предложении о чем говорится ты встаешь и будешь сталкиваться с этими разными людьми ну скажем они несовершенны он описывает чем это несовершенство второе предложение он их оправдывает говорит это потому что они не знают добра и зла стоит стоики параллельно были очень аристократично настроены они считали что большинство к сожалению не образован но после этого он делает очень важный шаг да они не знают различия добра и зла но и вот здесь но он их описывает посмотрите но я-то знаю природу добра и зла раз видите я знаю и природу добра я знаю и природу зла и я знаю природу этих людей поскольку они заблуждаются они не знают у него знание трояка и он знает что такое добро что такое зло и он знает заблуждение ограниченность этих людей поэтому дальше идет логический переход поскольку я знающий у меня есть преимущество они не знают и добра не зла я знаю добро и зло и природу этих людей но они хотя они родные мне по крови и общему происхождению то есть они не сенаторы не римские аристократы но они по духу и божественному определению мне родственным если не часть этого единого космического организма поэтому я не могу потерпеть от них вреда они для меня не опасны да они как дети они капризничают они не знают добро и зло они но они по духу близки мне мы не можем вне взаимодействия существовать поэтому он говорит они не могут ничего мне по ничем повредить так но они могут мне помочь только все мы призваны к взаимодействию вреда от них никакого а я должен обратить их недостатки в позитив в пользу поскольку только взаимодействия можем друг друга обогащать вот что в этом говорит я не могу не потерпеть вреда от кого-либо из них ведь никто не может вовлечь меня во что-либо постыдное не гневаться на родного то есть гнев бессмыслен поскольку они по духу близки и не и не знают добро и зло я не могу ненавидеть его ибо мы созданы для совместной деятельности дальше написано целостную систему поэтому противодействовать друг другу противно природе но досадовать на людей и чуждаться их и значит им противодействовать это так заканчивается я могу конечно прятаться от людей я могу их ненавидеть могу бояться что они не повредят я попытаюсь исходить из правил игры и все обернуть другую сторону получить от общения пользу научить себя терпеливости снисходительности научить себя взаимодействовать с этими людьми и вместе с ними работать на целое вот такая мысль какая терапия ну вот это фрагмент на самом деле это все учение практически как в капле воды но в каждом другом фрагменте тоже учение представлена через другой образ через другое преломление видите вот что в этом тексте теперь как выводы вот мы как бы с с вами написали вот так и пишется с что мы сделали вначале мы выяснили структуру фрагмента я сказал три предложения этой была первая часть с вторая часть с давайте поговорим о главных идеях что они обозначают как они связаны между собой то во вторая часть если а третье это выводы выводы очень простые видите этот текст и практикование философской доктрины это и практическая терапия это и сама настройка на проживание дня медитация перед очередным днем и в то же время это самообучение самоназидание все как бы в одном это и терапия и наука и рассуждение топ-менеджера о том что ему предстоит сделать а мне кажется что эти можно пользоваться практической жизни то есть это вполне другими словами может быть но предлагаю завтра утром встать утром подойти к зеркалу сказать по утру следует сказать сегодня мне придется и дальше ваш текст я не знаю что каждому из вас придется но попытайтесь для себя эту терапию составили будут вас завтра встречи возможно не будет встреч тогда с родными мне придется общаться с моей мамой и папой с моей дедушкой и бабушкой с моим котом с моим щенком там и тогда и так далее хорошо вот на этом мы сегодня можем завершить а я упакую это так с моей стороны я попытался объяснить зачем чтение нужно в 21 веке после этого мы с вами поговорили о том как читать сделали первый шаг в понимании контекста стоического и разобрали один маленький фрагмент нам предмет структуры написание эссе и вообще обсуждение в следующий раз я хотел бы чтобы вы это делали сами больше активно то что в основном я здесь направлял а потом чтобы вы все больше и больше самостоятельно все это делали и так можно будет собирать потом каждую отдельную книгу как фрагмент книга громко сказано тут раз два три 4 5 страничек а главная идея книги главной линии тогда все вот на этом может быть как у кого-то какие-то комментарии добавление у нас есть пять минут мысли комментарий стали очень задумчивы рано выводим наши недели рано кстати когда есть такой у трофейенко который читает литературные тексты он для себя сформулировал фактически сократовский тезис но это очень правильная мысль я абсолютно с ним согласен только в такой форме достаточно прямой я никогда не говорю философом немного скрашивает он сказал очень верно вещь его задача когда он читает литературный текст дать слушателям понимание их незнание все тоже очень важно мы привыкли мы люди современные как мы самодовольны и сама уверены в любой текст по плечу мы все можем понимать но когда мы увидим эти пласты разных значений нам в первую очередь важно столкнуться своим непониманием нам кажется что мы этот текст легко возьмем прямым на бордаш или прямым как бы атакой оказывается что мы раскрываем глубины нашего непонимания мы должны с ним работать текст задает нам загадки мы не все понимаем так что рано еще говорить о невежестве